Здравствуйте, дорогие друзья! Прямой эфир у нас 6, 5, 10, 9, 9, и 6 на Финам.фм Александр Герчик и его гость, известный трейдер из проб-фирмы Толик Радченко. Толик, привет! Здравствуйте, Александр! Ну, 7 лет ты уже в трейдинге, да? Ну да, получается, что так. Ты тебя совсем молодым. Как в армию забрали? Ну, не, в армию не забрали, забрали в трейдинг. Такая очень вещь, которая затягивает. Ну и, соответственно, потом, когда ты привыкаешь с чего-то зарабатывать деньги, соответственно, отказаться уже очень тяжело. Ну как ни с чего? Ни с чего зарабатывать деньги? Ну нет, на самом деле у нас есть некая миссия у трейдеров. Как многие трейдеры говорят, мы определяем равновесную цену. Ты знаешь, очень модно бытует такое высказывание в народе, когда все говорят одну вещь. Очень часто, я уверен, что к тебе это также относится, как ко мне и ко всем остальным, начинают задавать вопрос. А вот что вы, трейдеры, делаете хорошего для общественности? На самом деле. Кроме того, что платите налогов. А, кроме того, что мы платим налогов. Не-не, я в такой же ситуации, как и ты. Ну, не знаю, на самом деле, чего мы полезного делаем. Ну, это сложный философский вообще вопрос, который нужно думать, понимаешь? Для каждого собеседника полезно, опять же, полезность. Что это такое? Не очень понятно. Для кого-то, не знаю, там, ну, для всех полезность очень разная. Очень тяжело, допустим, ответить на этот вопрос. Но это просто стиль жизни, на самом деле. Даже не работа. Трейдинг — это стиль жизни, который вы рукаешь. Многие там, например, у нас ребята за пультом управления сидят. Они делают какую-то работу, за это получают деньги. Там, может, польза какая-то. Какая польза вот от нас? Не знаю, мы людей развлекаем, может быть. Вот сейчас кто-то едет в машине, улыбается. Нет, ну, это радиоэфир, да, это один раз в неделю. Дорогие радиослушатели, 65, 10, 9, 9, 6. У нас прямой эфир. Толя Краченко из компании United Traders. Толь, вот я так понял, что, в принципе, система, она для всех одинаковая была. Пошла из Америки, да? Пришли к вам в университет. Все стандартно. Пришли к вам в университет, рассказали, что все круто, что есть ребята, которые зарабатывают много денег. Вот, приходите, мы научим. Но самое интересное, что тогда вообще никто не знал, что такое трейдинг. И реально была проблема набрать даже группу для обучения там 10 человек. Да, ну, просто, ну, никто не понимал, что это за трейдинг, вообще, что это Америка какая-то, что это вообще за акции до кризиса. Потому что это все было после кризиса уже, когда каждый день говорили, акции падают, индексы падают, уже, естественно, сейчас все знают, что такое трейдеры большинство, да. А тогда, да, пришли, сказали, хотите, мы вам попробуем вас научить. Соответственно, деньги не нужны, ничего не нужно, но нужно, чтобы вы пахали там 24 часа в сутки. Желание. И нервы были железные. Ну, вот, собственно, и все. Я подумал, почему бы и не попробовать. А тогда хорошо, скажи, почему ты думаешь, что у тебя получилось? Потому что, на самом деле, группа-то людей довольно-таки большая была. Мясо, мясо было море. Ужасно было много людей, причем отсев был настолько суровый, там, грубо говоря, группа нас приходила 20, оставалось уже, к компьютерам подходило 10, и, соответственно, я не знаю, буквально через два месяца оставалось двое-трое, которые потом работали еще месяца три, там, оставался, по сути, один. Я со своей группой вот остался один. Мне, не знаю, может быть, какой-то прилежность, что ли, присутствовало, и, наверное, честолюбие. Я, потому что сразу как пришел, мне задал, ну, интересный вопрос. Я говорю, а вот люди торгуют, как бы, а где там, где у всех золотые роликсы там, где... Ну, у меня чисто такое представление было, как с телевидения, да, должны быть белые воротнички там, да, Феррари, как бы, где вот это? Я вообще ничего не знал об этом, когда пришел первый раз. И я спрашиваю, вот, там, управляющий, который был, который нас обучал, соответственно, все торговали в компании, управляющие там, и секретарши, и вообще все полностью. Ну, и один вот он и обучал, я говорю, а где же, он говорит, а вот, я не знаю, говорю, ну, как так, как же так, где же миллионы долларов, он говорит, я не знаю. Ну, и я говорю, слушайте, ну, надо тогда зарабатывать, надо садиться, и... Что ты делаешь? Я просто пришел тогда с мыслью, хотя уже ребята там многие торговали, да, и торговали подолгу, я пришел то, что, ну, с тем пониманием, что они пока еще ничего не добились, я с ними нахожусь наравне. Соответственно, я их всегда могу обогнать и стать намного лучше. И вот этот дух соперничества, он в трейдинге всегда присутствует. Даже сейчас, там, у меня вот есть в нашей компании друзья замечательные, я всегда радуюсь, когда кто-то делает денег больше, чем я, да, и такое происходит, естественно, часто. Но в глубине души все равно, все равно ты испытываешь какой-то, ладно, в следующий раз я возьму побольше рисков, и я сделаю больше, чем ты. Ну, да, я тебе говорю, это только из американских пропов у русских пошла такая линия, так называемая, ужасная. Лучшее счастье — это горе товарища. Это же на самом деле было придумано в нашем Нью-Йоркском пропе как раз. Вот этой группкой там у нас было 100 человек русских, да, и как раз эта фраза на самом деле была такая крылатая фраза. Она есть, она есть, но как бы ты ее можешь употреблять в контексте дружеском. Как бы если твой друг, ты ему даже можешь сказать, ага, хорошо, давай там, или там он что-нибудь покупает, а ты ему еще начинаешь продавать, как бы. Ну, и такое, естественно, присутствует, но все-таки, да, между друзьями, это нельзя, наверное, перенести на всех, потому что в трейдинге, на самом деле, друзья становятся очень, ну, редко, очень долго проходит времени, когда два трейдера становятся, имеют какие-то товарищеские отношения близкие. Ну, на самом деле, с другой стороны, никто трейдера так и не поймет, как трейдер. Это точно, точно. Нас даже спрашивают, а почему вы там не наймете себе психолога в команду или психиатра, который будет вам… Да, мы сами друг другу. Да, а мы сами друг другу делаем мануальную терапию, как бы, и все хорошо. Потому что психиатр вряд ли будет справляться со всеми этими проблемами. У нас вопросы уже посыпались. Вот вопрос только что пришел от Ивана. Анатолий, почему вы начали меньше торговать и больше преподносить себя как трейдера? Ну, не знаю, на самом деле, как это связано. Я торгую каждый день. Кто знает, у нас есть портал, который мы для себя чисто делаем, youtubemagazine.ru. И там просто в доступе ведется моя трансляция, где показано там с утра первые два часа моих торгов. Потому что я подторгую новость, я в основном торгую с утра. Я понял, ты открытие торгуешь. Да, и каждый человек может прийти и посмотреть просто, когда-то я теряю, я никогда этого не стесняюсь. Бывают там отрицательные недели, отрицательные дни, там, да, бывают положительные серии. Какие-то. Можно всегда включить и посмотреть. А преподношу, наверное, я себя как трейдер. Это происходит на самом деле само собой. Как бы инерция. Вначале какой-то толчок дал, потому что был информационный вакуум. А как все это получилось? Был информационный вакуум. Мы решили, что я запишу какие-то вебинары. Я их записал, как бы их народ начал смотреть. А остальное все... Вы решили заполнять информационный вакуум. А потом это как-то все пошло уже само собой. И там вы не думаете, что я делаю какие-то потуги для того, чтобы как-то пробиться вот в этот сектор масс-медиа. Нет, допустим, у меня есть друг замечательный, Тимофей Мартынов. Он говорит, хочешь сходить на РБК? Я говорю, ну не знаю. Он говорит, ну я тебя в любом случае позвал, как бы сходишь, один раз попробуешь. Вот позвонили, пригласили к Александру Михайловичу провести замечательное время. Так что вы не думаете, что я там ищу какой-то повод, чтобы где-то что-то сделать. Нет, нет, это не ко мне, это к вопросам. Я понял, я к вам, я, да, я, соответственно, к тому человеку, который отвечаю. Мне нравится общаться с людьми в любом случае, потому что у трейдеров всегда очень большая проблема, социопатия наступает, потому что ты постоянно находишься около компьютера. Ну, на самом деле... Большинство общаешься там по скайпу, либо в контакту. После большого количества, на самом деле, торговли, да, это наступает как раз вот этот, только не информационный вакуум, а именно вакуум общения. Да, потому что элементарно я могу сказать то, что, скажем, выходные, да, выходные... Чаще всего я все-таки не работаю, чем работаю, а у меня там тысяча друзей на Фейсбуке, тысяча друзей на ВКонтакте, причем там я очень много знаю людей помимо этого, и иногда возникает тяжело кому-нибудь позвонить и просто встретиться, потому что большинство времени ты все равно проводишь так или иначе с друзьями там из коллектива, с трейдерами. Так что эта проблема очень насущная. Вопрос такой. Ты, получается, сколько? С какого года торгуешь? Ну, соответственно, 2005. Уже пошел, получается, сейчас восьмой год пойдет. Ну, соответственно, нет. У меня 27 января будет как раз вот 7 лет. Это мое день рождения будет. И я пошел за 5 дней, я пришел и начал вот заниматься вот этим. Ты не устал? От просто трейдинга? Нет, устаешь, когда делаешь постоянно одну и ту же монотонную работу. Мне в этом очень помогает непосредственно компания, и, соответственно, помогают люди, которым я пытаюсь что-то иногда в голову вбить, которые воспринимают меня как какого-то тренера, наверное, больше. Дорогие друзья, у нас в гостях Анатолий Радченко, управляющий партнер компании United Traders. После короткого новостного выпуска мы дальше будем отвечать на ваши вопросы, вести диалог. У нас прямой эфир 6, 5, 10, 9, 9, 6. Звоните нам, задавайте нам вопросы письменно, устно и по телефону. Еще раз добрый вечер. 6, 5, 10, 9, 9, 6. У нас прямой эфир. Толя Краченко в гостях, управляющий партнер United Traders. Толь, вот ты торгуешь квартальные в основном, да, или просто там при маркете. Квартальные там сейчас просто нечего торговать. Ну, я согласен. Последние три отчета, если раньше, я еще помню эту поговорку, должен зарабатывать деньги 4 раза в год, соответственно, то последнее время межсезонье являлись, ну, по крайней мере, по моей статистике. Что там было? В межсезонье, ну, было лучше, чем отчеты, потому что в отчеты очень часто все priced in. Геп открылся, и все, и бай-бай. Да, все учтено в цене. Там, если не учтено, просто акция открывает на 20% дороже и стоит. Да, очень редко какие-то сюрпризы, ну, возникают из отчетов. Но, тем не менее, есть всегда сейчас какие-то движения, какие-то сумасшедшие на Фейсбуке, на Эппле, такие вот акции высокотехнологических компаний. AMD, Dell, я не знаю, они как бы радовали. Но, опять же, скажем, вот в этом месяце, да, этот месяц у меня, наверное, а, он уже закрылся, да, он, наверное, минус ноль, я бы вот так вот сказал, потому что он был немного плюс, и в последние недели была отрицательная полностью. И он получился минус, потому что как раз я пропустил, было два движения, Фейсбук и Эппл, на которых можно было заработать, ну, сделать месяц, да. Если ты агрессивный трейдер, можно вообще сделать год себе. Пару сделок, да. Но так как ты уже, ну, рынок стал менее влатильный, и ты не привык, скажем, видеть движение там в 15% на акции вертикально вверх. Ну, на Фейсбук у меня у самого позиция была, я тебе говорил, но я не ожидал, что будет такая прыть. С 19 до 25. До 28. Да, ну, первый раз там остановка на 25, первая была, там, где скинуто было полпозиции минимум, но никто не ожидал, например, что будет, например, такая прытья бумаги там в 30% после того, как все говорят, что все плохо, мертво, и Лелик все пропало. Так да, и суть в том, что ты отвыкаешь видеть такие сильные движения, и уже когда ты оцениваешь потенциал акции, ты смотришь намного раньше, даже если позиция какая-то у тебя есть, даже если ты ее держишь, там, не знаю, в опцион или в акции дирекционно, да, в какую-то сторону свинг, то получается так, что ты выходишь раньше, начинается какой-то откат, опять же, там, 25, ты 24, он откатил, ты вышел, а он еще потом столько же прошел вверх. Но ты просто в голове это уже, ну, не воспринимаешь, потому что отвык от этого. Вот хороший вопрос Григорий задает. Анатолий, что для вас интуитивный трейдинг? Интуитивный трейдинг? На самом деле, вот это, не знаю, это, как это сказать, вначале нужно понять вообще, что для того человека, который задает вопрос, значит, интуитивный трейдинг, что он вкладывает в это слово? Интуиция, на мой взгляд, это опыт, помноженный на память, да, на какую-то фотографическую, чаще всего. Когда ты видишь ситуацию очень-очень часто, ты видишь, как паттерны срабатывают или не срабатывают, ты сможешь, мне же не важно, то, что вероятность какая, мне важно, она больше, чем 50% или меньше, чем 50%, мне же не важно, 60%, 70% или 80%, грубо говоря, процентов вероятности этого трейда. И в любом случае действует с положительным отожиданием, и мне этого достаточно. Наверное, вот это интуитивный трейдинг, кто-то называет это, дань трейдинг, моментум трейдинг, прайс экшн, названий вообще миллион. И я бы, ну... Нет, в данной ситуации, скорее всего, вопрос был, именно интуитивный трейдинг – это профессионализм, помноженное на что-то. Ну, так я же сказал, на память. Опыт на память. Но это не имеет значения, как бы, что ты торгуешь, у тебя есть просто вырабатываются какие-то сигналы, которые раньше отрабатывали. Это либо новости, паттерновые... Чуйка, чуйка, чуйка. Ну, да. Чуйка срабатывает иногда, и, на самом деле, очень помогает. Вот опять много вопросов, буду чередовать. Есть вопросы обвинительного характера, хорошие вопросы, благодарности. Вот вопрос. Вадим задает вопрос. Учился у вас, обучение не имеет ценности, 60 студентов. Практически все слили спустя 6 месяцев. Полный провал. Ну, смотрите, отличный вопрос. Во-первых, выживаемость студентов сейчас идет намного меньше за счет того, что рынок в целом дает меньше денег заработать. Я с тобой не соглашусь, а даже соглашусь, потому что на самом деле рынок очень тяжелый, и иногда эмитент дает 30 копеек и забирает. Но с другой стороны, с другой стороны, если... Так же самое и меня за это иногда тоже пытается натянуть. Когда, знаешь, ты обучаешь людей, берешь за это деньги, и не получается. А еще дальше, во-первых, это не... Потому что, смотри, математика на самом деле очень тяжелая. Знаешь, это видно, как бы вот написал человек, который знает цифры. Ну, замечательно. Так, а я хорошо, хорошо. Я здесь хочу полностью теперь ответить на вопрос. Дальше какой момент? На первом занятии я всегда говорю, что если вы где-то что-то слышали о трейдинге, что здесь можно заработать миллионы, и то, что вы где-то там проучитесь, условно, месяц начнете сразу зарабатывать, это абсолютно неправда. Тогда вопрос другой к тебе. Нет, смотри, здесь две разные вещи. Вопрос, который задал молодой человек. Вопрос касается к платному образованию или к пропу. Потому что, если, например, человек в пропе, да, бесплатно его берут, или берут там с какой-то маленькой денюжкой, это одно. Если человек идет и платит, например, приличные деньги за образование, это другое. Если я бы к тебе пришел и отучился, к примеру, 6 месяцев у тебя в фирме, и у меня бы не получилось, я никакие претензии не могу предъявлять, потому что с меня ничего не взяли. Можно предъявить претензии, если с тебя взяли деньги. Я так понял, что человек уплатил деньги за это. Ну, хорошо, пусть он заплатил деньги за это. Но я трачу на это свое время, я трачу на эти свои усилия. И, соответственно, опять же, есть такой момент, когда люди приходят на обучение и покупают, как будто это абонемент, тренажерный зал. То бишь, они платят деньги и ждут, что им дадут готовый рецепт успеха. С самого начала я говорю всем, что готовый рецепт успеха нет. Я могу вам дать вектор развития, могу объяснить, что точно не работает, а где можно покопаться и посмотреть. Соответственно, что я делаю, вы тоже всегда видите. Вы можете элементарно за мной повторять, как я торгую в плюс, вы можете эти деньги на обучение легко... Ты же сам знаешь, практически невозможно. Согласен, практически невозможно. Но, по крайней мере, есть разные варианты развития. А если человек приходит и говорит, так, вот я заплатил, как бы я вот сижу и рассказываю, пичка меня информации, а он, может быть, даже ее не воспринимает. Да, есть разные обстоятельства. Я совершенно ни на кого не хочу говорить. Да, наверное, это... Естественно, если 60 человек, как бы, и все слились, наверное, я виноват все-таки, да. Хотя, не знаю, статистика такая или не такая точно. Но в этом ничего не поделать. Такой бизнес, как бы, я в нем очень уже давно, и я прекрасно это понимаю, что так будет всегда, практически, да. Ну, процент выживания... 2000-е годы прошли, когда был бунт доткомов, когда ты мог принести 1000 долларов и уйти 200 тысяч, там, купить себе Феррари. Нет, такого больше не будет. Сейчас люди становятся все более профессиональные, денег на рынке все меньше, как бы, ты должен понимать, ты идешь драться, соответственно, с людьми, которые превосходят тебя и по скорости, и по уму, и, соответственно, ресурсов у них просто больше. Если ты предполагаешь, что ты придешь там, и тебе кто-то там что-то должен, это абсолютно неправда. Нет, ты должен только сам себе. Ну вот смотри, стиль торговли, которым ты обучаешь, ты учишь именно как раз тому, так же само торговать, или что-то другое? Я учу просто пониманию рынка. Я рассказываю, что есть вот это, есть вот это. Почему вот это работает, почему вот это может не работать? Ты, например, мне вот сам сказал, что я с тобой даже согласился в этом, что на сегодняшний день где-то можно на России легче зарабатывать деньги, чем на Америке. Возможно. Ну, соответственно, статистика вот у нас идет по обучению, кто-то торгует на России, кто-то торгует на Америке, соответственно, она совсем другая. Если на Америке там выживание там условно 5-10%, то на России там больше 50%. Потому что на России проще вот с небольших денег как-то попытаться наскальпить себе результат. Но тут возникает другой вопрос. Другой вопрос. Когда ты учишься, уже научился на России, ты масштабируешься, у тебя планка намного ниже, чем на Америке. То бишь, если ты уже будешь оперировать суммы, я не знаю, там в 10-20 тысяч долларов на России, там сколько это, полмиллиона, да, ты уже будешь попадать в ликвидность. У тебя уже начнутся проблемы другого характера. На РТС рубль-доллар ты не попадешь в ликвидность. Там спокойно можно зайти сейчас 500-1000 контрактов, это там на 5 миллионов долларов. Хорошо, 500-1000 контрактов, да, но если завтра ты оставил позицию, а завтра РТС может открыться минус 5%, Америка не может же открыться минус 5% никак. Здесь можно спорить, опять же, кучу времени. Это не спор вообще. Нет, ну так вот, идея-то самая главная какая, то что масштабироваться тебе, начинать может быть проще на России, поэтому, соответственно, мы сейчас построили такую программу, что у нас большинство людей начинают все на России, а потом, когда он проходит уже определенные стадии, он сам уже выбирает, что ему хочется. Ему хочется скальпинг, ему хочется дайтрейдинг, ему хочется России. А может ему и не надо после того, если действительно, ты знаешь, я сейчас прилетел только с Новосибирского семинара, ко мне подошел мужчина, и ты же знаешь, я торгую предельно просто, да, даже Дима Белусов когда-то сделал пару сделок там от уровня, как я показывал, и там в офисе прямо 4 года назад было. Кстати, помните, про Белоусов рассказали, помните эту ситуацию, когда мы встречались в японском ресторанчике, еще когда-то, я только в Москву приехал. Да, 2 года назад. Когда вы сидите, мы заходим с Димой, и вы у Димы спрашиваете, типа, Дима, а ты что с охранником пришел? То есть у тебя теперь все вспомнилось в этой ситуации. И как бы я показываю, я сразу на первом занятии говорю, это я торгую от уровня, предельно просто, спокойненько будете торговать, да, никаких там чудес нету. И мне человек подходит, говорит, вы знаете там, Александр, я вот так-то, так-то торгую, и вот у меня получается. Знаешь, что я ему сказал? Нечего вам идти и тратить деньги на образование. Поэтому говорю, если человек, как бы, может, у него на России получается, зачем ему пробовать что-то другое? На России, на России элементарно, косты ниже. И, соответственно, общий... Сейчас же Серемушкин вот приходил в предыдущей передаче, реально сказал, что скальпить просто очень тяжело. Очень. Так, ну, нужно понимать, что просто денег на рынке становится меньше. Никто, вот я готов поспорить, то, что кто торгует, ну, не знаю, вот я торгую там с 2005 года, никто не торговал на таком рынке с такой низкой волатильностью. Ее просто не было. Волатильность никакая. Ее просто вообще не было. То бишь, все люди, которые пришли... 700 миллионов на найс и объемов не было годами. Понятно, потому что весь объем, все смарт-мани, они не заходят через DMA. Они заходят как-то через фонды, через офшоры, через даркпулы. Как бы, они не приходят на рынок. Они делятся между крупными игроками. Соответственно, объема, скажем, вот была неделя в день благодарения. Объема на рынке нет. Практически левел 2 пустой. Стакан, там стоят только маркетмейкеры. То бишь, зазывают тебя поиграть на ферстке, там, на каких-то акциях. А получается, что объем в даркпулах растет, там, на 50% каждый день. Каждый день. Понедельник, вторник, среда, четверг было выходной и пятница, даже сокращенный день. На 50% рост. Мы на этой неделе увидели как раз вот именно рост за счет того, что заходили вот эти смарт-мани. Да, сейчас ты можешь конкурировать, имея только определенную какую-то информацию. Соответственно, какой-то анализ рынка. Просто так очень тяжело торговать. Допустим, вот акция как-то засетапилась, да, там, пробивает. Да и хай раньше все там замечательно. Или 52-ти хай, ты покупаешь, ты смотришь, тебя там вытягивает рынок. И акция тоже там вверх. А сейчас вначале всех выкинут. Маркетмейкеры вначале должны заработать. А потом, возможно, она пойдет вверх, как бы, да. Непонятно, с тобой или без тебя. Да, ты уже весь будешь белый просто. И не понимать вообще, будет ли здесь деньги или не будет. Ну, ты, в принципе, в индустрии, да, последние там 5 лет, все практически заработали деньги одним путем. Да, это были либо МОСи, или еще что-то. Так, давайте шире даже возьмем вопрос. Все заработали на падение, а потом все заработали на росте. А сейчас вот рынок уже 3 года стоит на одном месте. Никакое. И денег новых нет, и все живут на то, что отложили. Вот как раз в третьей части я хочу, чтобы мы как раз поговорили об этом, чтобы ты дал пару советов, как зарабатывать, и ответим на другие вопросы. Дорогие друзья, у нас прямой эфир. В гостях у нас Толя Краченко, управляющий партнер компании United Traders. У нас прямой эфир. Звоните, не стесняйтесь, вам все равно делать нечего. Едете, скорее всего, в машине с работы. У нас телефон 6510996. И пишите нам на финам.фм. Задавайте вопросы свои. Еще раз добрый вечер. Прямой эфир 6510996. Поактивнее звоним или звоним. Задаем вопросы. Пишем. Вот вопрос пришел. Илья Анатолий, ранее ваша компания United Traders заявляла, что делает на Нью-Йоркской фондовой бирже 1% от объема. Правда ли это? Ну, абсолютно верно. Правда это было. Это были скальперские райские времена. 2009 год, когда еще, соответственно, HFT, машинки, алгоритмы не вошли на рынок. Они вот только начали появляться после кризиса, когда их все выключали. Потому что в кризисе они не работали. Потому что алгоритмы сходили с ума, когда форс-мажоры начинались. И, соответственно, эта информация абсолютно верна. Как она получилась? Совершенно случайно. Мы сидели, что-то уже рынок закрылся. Ждем последние принты в имбелансах. И подходим смотреть общий риск, как мы наторговали. Объем. Да, совершенно нас немного было. Тогда было около 15 человек. 15 человек, да, сейчас нас намного больше. И мы смотрим на объем, который был, и смотрим, что это объем примерно, сколько мы догадали на NYC. И примерно получает 1%. Вы должны понимать, NYC это то, что торгуется только через раут NYC. Мы не берем там другие экшенжи, мы не берем никаких ECN, то, что торгуется на NYC. Кстати, если вы сейчас, сейчас, если взять объем, то, я не знаю, может быть, это какие-то уже даже десятки, может быть, процентов иногда бывает, потому что на NYC за это время объем упал на 95% с 2007 года. На 95, то бишь весь объем идет через ECN, через специалисты, ничего не проходит. Практически ничего, да. Так что эта информация, да, она, она, это факт, как бы, так просто получилось. Был. Был. Ну вот тогда из этого следует второй вопрос, задает тот же Илья. Какими стратегиями были заработаны деньги, которые указаны на вашем сайте под фото каждого трейдера? Ну, соответственно, грубо говоря, там трейдеры делятся на две категории. Кто заработал деньги на имбалансах и кто заработал деньги на имбалансах плюс скальпинг. Так, когда, скажем, вы можете посмотреть видео с Citigroup, как торгует Рома Вишневский, где он делает там, я не помню сколько, 250 тысяч за 15 минут или что-то такое. Тогда рынок так торговался, можно было взять любой объем, потому что тот же Citigroup там или Банков Америка были абсолютно ликвидны. Можно было купить любое количество акций. И эта покупка провоцировала движение сразу там на плюс один, плюс два цента. И трейдинг был абсолютно туп. Ну, очень прост. И кто эту фишку быстро понял, те и заработали эти деньги. Я, допустим, свои деньги, основные, наверное, заработал на имбалансах. Мой лучший день это были имбалансы. Мой худший день, мой худший день это был трейдинг. У меня, кстати, лучший день равен примерно худшему дню, так что так получилось. А то есть заработал на имбалансах, потерял на трейдинге? Нет, трейдинг тоже. У меня на самом деле трейдинг был... Я имею ввиду худший и лучший день. Худший и лучший день, да, именно так. Вот Сергей пишет. Клиент United Traders. Проблемы. Стопы срабатывают хуже от рыночных цен практически всегда. Бывают несуществующие принты даже в толстых акциях. В толстых акциях иногда не видны выставленные мной лимиты. Ну что я здесь могу сказать? Эта информация меня только улыбает. На самом деле, что значит первый вопрос? Стопы срабатывают хуже, чем обычно. Ну, это зависит от ликвидности, понимаете? Если бы мы были в Forex-кухне, да, и вы могли бы подкручивать, как срабатывают стопы, лучше или хуже. Я бы с удовольствием подкрутил. Но, соответственно, рынок, и я писал, допустим, свои посты о маркетмейкерах, где меня за секунду выносили там на полдоллара, у меня позиция 6 тысяч, минус 3 тысяч, а акция через секунду возвращалась обратно. Соответственно, стопы у меня стояли на 30 центов ниже текущей цены и выпустили меня еще ниже на 20 центов. Да, акция, которая была, в принципе, ликвидная. И это происходит, да. Что касается несуществующих принтов, они никак, это сделки чаще всего EDF. Они проходят через, так называемую, калитку QD, и они не оказывают никаких влияния на какие-то цены. Это просто договорные сделки. Допустим, с утра какой-то объем заэкзекьютали, и, соответственно, маркетмейкер или клирингхаус может эту сделку провести в любое время в этот день. Чаще всего на закрытии вы видите какие-то непонятные принты при открытии. Она, кстати, раньше маркировалась, как семерка. Семерка? Да, это много лет назад было, да. Его могли в любое время провести этот трейд, он стоял, там семерочка была, на найсе только, как раз о том о чем-то говорили. Да, да, да. И я не знаю, тут, понимаете, тут не компания виновата, не еще что-то. Это, ребята, это просто такой рынок. Вы просто его никогда не видели. Особенно, если вы приходите на рынок вот сейчас, торгуете там 2-3 месяца и говорите, что у United Traders там спреды шире, чем у другой компании. Ну, такого быть не может, соответственно. Просто, если вы давно торгуете, вы понимаете, что такого просто не может быть. Вопрос другой. Когда люди приходят, например, да, и получать образование у вас, само понимание рынка, это, конечно, самое тяжелое. Даже больше тебе скажу, как трейдер, это то, практически, чему невозможно научить. Это единственное, чему невозможно научить. Можно взять любой стиль торговли, разложить, но научить человека понимать рынок. Очень просто понимать рынок, когда человек вначале зарабатывает, а потом теряет много. Все, он рынок понял. Я 100% говорю, он понимает всю его философию, всю, как это происходит. Само понятие рынка, к сожалению, ты же сам понимаешь, что невозможно объяснить человеку, почему то или иное происходит. Особенно сейчас на таком рынке, когда ты смотришь на график, все выглядит, как должно быть. То есть паттерн, все, он отрабатывает, как ты сказал. И тут тебя протягивает, образно, на 50 копеек вообще в обратную сторону. Тебя выкидывают по стопу, тут же возвращается обратно на то же место, откуда это все началось, как будто ни в чем не бывало. Такое ощущение, что если раньше гонялись за крупными деньгами, то сейчас гоняется... Конечно, сейчас рынок уже, ну, объемы падают, платильность падает. Что это значит? Это значит, что есть там, грубо говоря, там, Гетко, Кнайт и еще там, скажем, пару-пару маркетмейкеров, которые, они деньги у друг друга уже не могут красить. Они, никто между друг другу деньги не делит. Да, вот был, конечно, небольшой косяк у Кнайт Кэппи, когда они потеряли там за свой алгоритм, там, 400 миллионов. Естественно, другие на это заработали, но это бывает раз в год. Основные деньги, это кто? Это приходит на рынок ритейл, ритейл, соответственно, начинает торговать. Он неправильно ставит стопы, он неправильно оценивает потенциалы, еще что-то, что-то, что-то. Вот это деньги, конечно, которые зарабатывают маркетмейкеры. А второй раз пошел бы в трейдинг? Второй раз, я даже не знаю, как может быть второй раз. Я не жалею, я скажу вот так, я не жалею ни об одном, а месяце, дне или годе, да, которое я провел с трейдером, потому что я бы тогда не смог познакомиться с теми людьми, которые сейчас... Не, я имею в виду, все нормально, ты заработал денег, сейчас все хорошо. Но, знаешь, бывает такая ситуация, просто оглядываешься назад, посоветовал бы друзьям. Я никогда не советовал друзьям идти в трейдинг. Но, кстати, самое интересное, самый интересный документ, расскажу, когда у нас была такая компания друзей еще, я студент, я один пошел, и, ну, естественно, долгое время не получалось. А потом, когда пошли первые деньги, я их звал еще когда вот уже на подходе, то бишь, они бы, если бы пошли вместе со мной, они бы тоже заработали. Но когда, естественно, пошли первые деньги, они увидели это, они туда пришли, соответственно, потом деньги на рынке закончились, там в восьмом году, там условно, да. А они как раз только пришли на рынок, и они начинают пытаться зарабатывать, а зарабатывать не получается. Он говорит, ну как же так? У тебя все хорошо, да? Да, у тебя все хорошо, а у нас все плохо. Самый очень важный момент тайминг, опять же, когда ты приходишь на рынок, да, то бишь, время. Потому что ты можешь прийти на рынок условно, да, ну вот в декабре начать торговать. Начать торговать в декабре, нужно понимать, что денег ты точно не сделаешь в декабре, да, и нужно как минимум ждать там до каких-то десятых чисел дворя. Но суть остается в том, для чего ты приходишь на рынок. Для тебя это хобби, ты ищешь заработок, или ты ищешь, чтобы как лудоман, как игрок, там удвоиться, утроиться, учетвериться. Как бы есть несколько типов людей. Ты знаешь, я скажу честно, что я не видел таких людей, кто приходит на Америку. На Россию да, Форекс да. Да, ну ты знаешь, все на самом деле, кто приходит торговать Америку, я не видел такое количество людей, которые на самом деле пытаются на Америке с 2000 сделать там 50. На России это сплошь и рядом, вот там мы возьмем сейчас 50 тысяч рублей, там разгоним до 500. Форекс. Разгоним? Да. Так а дальше что? Вот ты ее разогнал. Вот мне сразу машина или телега, которая с горы катится, вот ты ее разогнал. А дальше что? Куда она поедет? Как бы, ну не очень понятно, да, для чего это нужно сделать. Америкой я объясню почему. Потому что, во-первых, там много сложного, то бишь, ты можешь послать свою заявку там тысяча одним способом, там есть огромное количество секторов, должны понимать, для чего тебе торговать тот или иной сектор, и ту или иную акцию, и ту новость. Английский язык, опять же, тоже для многих является каким-то, да, барьером, но зато там есть место для того, чтобы подумать, то бишь, ты не обязательно, вот опять же, читая, да, замечательный Smart Lab, там все пишут, вот пила. Сейчас, наверное, вверх, сейчас, наверное, вниз. А на Америке не возникает такой, понимаете, потому что я всегда знаю, что я приду, и каждый день я вижу ту акцию, которая будет там плюс-минус 10%, и которой, в принципе, можно поторговать, да, можно ее поспекулировать. Даже непонятно, куда она пойдет вверх-вниз, просто попытаться занять позицию с большим игроком в одну и ту же сторону, все. Юрий задает вопрос, Юрий, каковы основные критерии при выборе брокера? Следует ли обращать внимание на громкое имя? При выборе брокера. Если знаете, на самом деле, раньше брокер был чем-то таким, не знаю, чем-то таким сложным, и сейчас выход на рынок предлагают вообще множество количества компаний, и смотря, какие цели вы преследуете. Если вы преследуете цели, что ваши деньги там будут лежать 10 лет, то да, нужно брать самого большого, чтобы была надежность. Если вы будете активно торговать, то смотрите на косты, расценки, сколько стоят комиссии. Если вы собираетесь делать какие-то экстраординарные операции, там, арбитраж, там, Россия-Лондон, то, соответственно, вам нужен брокер с такой технологией. Если вы хотите положить 50 тысяч рублей и начать торговать, начните с любого. Начните с United Traders, начните с кого угодно. — Анатолий, вы запустили новую платформу. Откуда берется маркет-дата? Кто клирует позиции, у вас есть разрешение всех для работы вашей платформы? — Ну, замечательный вопрос. Все эти вопросы мы уже отвечали по 10 тысяч раз. Информация есть открытая в интернете, на конференции iLearn, в Smart Lab, на нашем сайте. Ну, в общем, тысячу раз уже отвечали на этот вопрос, но раз его задали, давайте я в двух словах пробегу. Соответственно, SEC не должно давать разрешение, чтобы подключить платформу. Платформу можно подключить, соответственно, по фикс-протоколу, пройдя compliance с каким-нибудь там брокером или clearinghouse. То бишь, это не такая вещь, что вот вы думаете, что вы разработали там софт, и его нужно чуть ли не к Пентагону подключать. Нет, это делается все достаточно очень просто, если ты понимаешь, как бы для чего ты это делаешь. Соответственно, дата эта покупается. Соответственно, мы за дату платим, это наше конкурентное преимущество, да, потому что мы даем платформу дешево. Почему у нас там, да, прирост клиентской базы идет такой большой? Потому что мы даем очень дешевую платформу, мы берем часть костов за себя, и за счет того, что мы даем хороший сервис, и у нас высокий комиссионный, мы, да, оттуда забираем часть прибыли. Все достаточно просто. Никаких нету, знаете, уловок там чего-то еще. Политика достаточно простая. Мы даем хорошую платформу, мы даем отличный сервис, и поэтому мы считаем, что стоимость должна быть выше там, чем у всех. Так, идем дальше. Анатолий, что вы имеете, минута осталась до новостного эфира. Анатолий, что вы имеете в виду, говорят, что деньги на рынке закончились? Ну, деньги, что на рынке закончились. Не инвестирует никто деньги. Не инвестирует никто, все стараются, допустим, банки свои деньги, которые у них находятся, все стараются их сохранить. Потому что деньги направляются в сторону нулевой доходности, не потерять. Потому что никто не видит возможность заработать, никто не видит стабильности, и она, по сути, никому не нужна. Потому что все сейчас, знаете, как, грубо говоря, вот так вот, деньги обняли и сидят с ними, ждут. Они ждут, потому что, чего они ждут, они сами не знают. Подойдите к любому, там, не знаю, стратегу, голубый саг, чего ты ждешь, почему вы не вкладываете деньги в акции. Он тебе не сможет ничего ответить. Он скажет, рынок пойдет немножко вверх, потом немножко вниз, а потом немножко вбок, как бы, да, там. Дорогие друзья, прямой эфир. В гостях Толик Радченко, управляющий партнер United Traders. Телефон студии 6510996. После короткого нас нового перерыва мы вернемся к вам. Мы опять вернулись к вам, дорогие друзья. 6510996. Странно, нет звонков. В гостях у нас Анатолий Радченко, управляющий партнер компании United Traders. Толик, вот вопрос к тебе. Можно ли где-то почитать бесплатно про торговлю на Найс? Сейчас слушаю слова. Спец, имбаланс, спринты, для меня темный лес. Ну, во-первых, информации множество есть в интернете. Есть информация на нашем сайте, многие статьи, там, словарики. Все это присутствует. Короче, если задаться целью, в свободном доступе можно найти абсолютно все. Вообще все. Вы прекрасно знаете, да, что есть там даже специальные каналы интернета, где вообще можно купить все. То же самое в интернете всегда можно найти все, что угодно. Главное, чтобы вы хотели. Просто и насколько эта информация будет актуальна. Если вам нужна информация просто расширить свой кругозор, да, что такое Найс? Почему там есть раутинг, для чего он там присутствует, да, институт маркетмейкерства. Это все есть. Если вам нужна специфическая информация какая-то, да, если вы что-то конкретное ищите, с этим уже тяжело. А то, что о чем все разговаривают, о чем все знают, оно лежит прямо вот перед вами. Просто зайдите в Google и наберите. Вот еще вопрос. Еще раз. Кто клирует ваши позиции? Соответственно, наша позиция клирует в Эдбуш-Морган. Вот вопрос. Еще один пришел от Анатолия. Вопрос такого характера. Что для вас конкурс ЛЧ? У тебя, у вас же робот работает. Да, робот работает. Если в тот раз конкурс ЛЧ для нас был некоторым, можно сказать, вызовом, да, потому что было интересно, допустим, посоревноваться с Прадой. Да, ну, причем даже интересно. Мы сразу, он стартовал с полупозишн, а мы стартовали в конце. Потому что нам сумму увеличили в три раза базовую за счет того, что робот ушел на клиринг с ордерами, а ему нет. Но все равно мы в абсолютном значении обогнали и PFP-инвест, и Праду, заработали больше всего. То сейчас, на самом деле, ну, не с кем соревноваться. Даже то, что с Аспирант идет, ну, мы поставили ту планку для того, чтобы, ну, он просто потихонечку его обгонял. А на самом деле в технологиях тягаться почему-то не с кем. Потому что есть, есть ребята хорошие, интересные, кто занимается HFT, но они не выставлялись, не выставлялись на LTE. А мы так, а мы так, как я обещал просто в том году, что мы должны в 2012 так же победить. Даже Феникс, даже Феникс сказал, что никакого смысла нет выставляться на LTE. Вообще никак. Тем более, тем более после новых нововведений, которые там урезали роботов для того, чтобы больше там соревновались как бы физики, да, как это принято называть. Я согласен, что теоретически это правильно. Если конкурс называется «Это лучший частный инвестор», то это отдельно, по сути дела, должны выводить люди, которые торгуют руками. И это должно быть видно, да, когда там человек делает там 7 тысяч сделок в день, это понятно, что это не физик сидит и дома ручками работает. Ну понятно, хорошо, тогда если это лучший частный инвестор, давайте сделаем его за год, давайте, соответственно, сделаем какой-то инвесторский бюллетень или какой-то… Нет, здесь вопрос в другом, здесь вопрос в другом, что роботы должны соревноваться с роботами, а люди должны соревноваться с людьми. А оно так, в принципе, всегда есть. Те, кому интересно соревноваться, они же не смотрят, допустим, да, кто соревнуется там на смарт-лабе, очень много трейдеров со смарт-лаба там соревнуется между собой. Они-то и не смотрят там на доходность, условно, нашего робота, потому что они понимают, что это совершенно не то. И там, Вася, интересно, да, с Петей, вот кто Вася или Петя больше сделает там, 24% или 23%. А ты согласен на самом деле со мной, что я смотрел, я тебе скажу честно, я своим студентам, я не могу запретить или не запретить, но я не советую идти на ЛЧИ, потому что всех людей, которых я видел на ЛЧИ, никто не торгует по своим алгоритмам, практически все торгуют, чтобы выиграть. Тильтануть, тильтануть, как бы очень высокий шанс тильта, потому что в какой-то момент ты думаешь, что вот у тебя не идет, тебя начинают обходить, ты думаешь, что тебе нужно собраться, и ты по твоим ощущениям, да, особенно если у человека нет опыта, ты вроде думаешь, что ты начинаешь собираться, у тебя есть некоторая энергия, чтобы, там, да, вот сейчас сделать больше риск, а это не энергия, в которой у тебя больше есть, это тильт называется. Ты просто начинаешь бабахать в разные стороны, постепенно твой счет начинает таять, а потом, когда ты уже опомнился, уже поздно. А вот тебе осталось меньше, и ты идешь all-in, потому что ты понимаешь, чтобы только его обогнать сейчас, мне нужно зайти на все и сейчас, вот, ну, все. То есть, по сути дела, вот этот робот ваш на ЛЧИ, это только потому, что вы сказали, что в 2012 году хотите? Да, абсолютно. Ну, или можно сделать так, там, ЛЧИ будет, там, не знаю, до 2018 года, что мы выиграем, там, 10 раз ЛЧИ подряд. Ну, просто, чтобы было так. Не, ну, у вас же тоже стоит высокочастотник. У нас стоит высокочастотник, причем он стоит очень хороший, очень-очень хороший. Нет, ну, обычно, просто, я немножко тоже увлекаюсь роботами, на таком роботе запустить крупную сумму денег крайне тяжело. Хорошо, крупное с чем сравнивать? Если мы говорим о том, что... Мы говорим хотя бы элементарно 10-15 миллионов рублей. А для чего? Вот на ЛЧИ для чего нам запускать 10-15 миллионов рублей? Потому что, если главный критерий, там доходность. Ну, там доходность, я с тобой согласен. Ну, соответственно, если бы нам сказали, хорошо, если победит тот, кто заработает деньги в абсолютном выражении больше всего, да, и тогда бы, естественно, там, открывались бы другие люди. Я больше чем уверен, там, какой-нибудь, там, тройка-диалог Сбербанк, там, открылся бы на полтора миллиарда и начал показываться, ну, такого же не будет. Все же понимают реальности, что это сделано больше всего для физических листов, начинающих трейдеров, которым интересно поиграться кто кого, да, кто кого обгонит. Вот молодежь, которая приходит сейчас, да, очень часто молодежь, которая приходит, например, на рынок. Что, в первую очередь, бы ты им на самом деле посоветовал? Интересный вопрос, что посоветовал. Я, кстати, недавно пересматривал ваши программы, перед тем, как прийти в пятницу, пересматривал с Андреем Берецем. Хороший парень. Он великолепный, великолепный парень, мне очень нравится. Да, вы ему задали тоже такой же вопрос, и он тоже сконфузился. Я объясню, почему, потому что, понимаешь, молодежь, которая приходит на рынок, они по-любому приходят, да, кто хочет там, называет их, как хотят, мясо, не мясо. Здесь вопрос в другом, помочь им, помочь им, хотя просто выстоять, понимаешь. То, что, смотрите, скажем, да, то, что, опять же, мы делаем, вот, ну, грубо говоря, опять же, что касается выстоять и так далее, у нас очень много людей, мы берем абсолютно бесплатно, человек чего-то добился в жизни, он может, грубо говоря, там, учился на одни пятерки, там, мастер спорта по боксу и поступил в институт на бюджет, там, какой-то еще. Мы этому человеку всегда идем на встречу. Вот я тебе задам вопрос тогда, то есть, я тебе скажу честно, что я в последнее время, как ни странно, начал очень разочаровываться в спортсменах. У меня есть ребята, спортсмены, которые реально мастера спорта и очень, очень страдает дисциплина, очень. Я, на самом деле, абсолютно с тобой одного же мнения был по поводу того, что, действительно, человек, когда, как бы, профессиональный спортсмен, тем более, получить мастера спорта, да, в Советском Союзе, как бы, даже и в России, это не просто, да, это где-то надо, как минимум, на уровне Союза быть или там, да, или на уровне, минимум, Республики, там. Я думаю, даже сложнее не быть на уровне Союза, а, скажем, 5-6 лет делать одно и то же каждый день, два раза в день. Вот тренировка с утра и тренировка вечера, мы в таком режиме, отработать 6 лет, тогда ты уже можешь считать себя вообще мастером спорта, тогда, в принципе, ты выйдешь на ринг и докажешь это, да, очень просто. Что касается дисциплины, не знаю, наверное, не столько у нас сейчас мы спортсменов спрашиваем, но, скажем, ребята, которые работают на технических специальностях, и там топ вуза, да, там Баумка, очень, очень мы любим оттуда, кто приходит. Вот, они, они приходят, они приходят работать, они понимают, они не, они в институты идут для того, чтобы чего-то добиться, и они также приходят и говорят, вот, я очень хочу, скажем, да, вот у нас один парень из группы, там, со скальпинга, который сейчас занимается, там, опционами, он работает, я не знаю, в 10 я прихожу в офис, он уже сидит, мы уходим в час ночи, он тоже сидит до часу ночи, и так каждый день. Ну, когда же он учится? И так каждый день, ну, он закончил, закончил институт, и пришел к нам. Так каждый день, и у него сейчас, да, самые, наверное, перспективные, как бы, роботы, он делает, там, единственный человек, по сути, да, кто занимается так профессионально роботами на Америке, да, который работает именно в пропе, да, то бишь, он на проп-условиях разрабатывает этого робота. И к нему даже никто не суется, потому что он уже ушел настолько уже глубоко в понимании этих процессов, что, скажем, если я у него подойду, что я не спрошу, я уже не пойму это. Просто настолько серьезная математика, да, и только так, имея какие-то конкурентные преимущества, на рынке сейчас можно заработать, да, совет начинающим, да, вернемся все-таки к совету начинающим. Первое. Сейчас на рынке денег нет, заработать очень тяжело. Когда они появятся, чтобы вам было легко заработать, нужно быть готовым. Соответственно, да, когда рынок изменится, никто не знает. Просто чем, скажем, новичок отличается от человека, который торгует дольше? Человек, который торгует дольше, он умеет ждать. Соответственно, вот новичок от старичка на рынке, да, как это принято говорить, он отличается только одним параметром. Да, который, я считаю, самая конкурентная способность. Тот, кто человек долго на рынке, он умеет ждать. Когда рынок готов будет, он сможет. Он видел циклы, да. Я знаю, что, допустим, вот, там, 2012 год, не знаю, это, наверное, за... Это худший год, он в плюсе, но он по показателям, наверное, хуже, чем 2011-2010. Но я спокойно к этому отношусь. А у меня есть запас денег, у меня есть запас терпения. Я знаю, что, скорее всего, 2013 год будет намного интереснее, чем 2012. И там дадут заработать. Если не дадут заработать, то заработать 2014. Либо появится какая-то новая технология, которая позволит заработать. Кстати, что касается технологий, хотел... Можно привет один передать? Да, конечно. Юрию Джемчужному вот привет хочу передать. Хочу ему сказать, что вот стратегия, о которой, ну, которую он говорил, работает очень хорошо. Я даже представляю, что мы с Юрой очень скоро встретимся и вместе обсудим эту стратегию. Давай еще Валентине Дрофе передадим огромный привет. Валентине, да. Валентине. Из Лерни, да, тем более. Она же, в принципе, с тобой с одного города. Она со мной с одного города? Ну, я имею в виду. Ну, с города, где ты учился, да. С Санкт-Петербург, да. Валюш, мы тебе передаем огромный привет. Здоровья. Да, большое спасибо за трансляцию с финансового супермаркета. Я, кстати, смотрел. Это была крылатая фраза, когда, ребята, у меня времени мало, буду говорить много, как бы без анекдотов. И все сразу разочаровались. Александр Михайлович. Я даже, ты видишь, перестал матом ругаться. Четыре недели. Четыре недели. Вообще ни одного слова. Просто нигде. Нигде. Поспорили, наверное, с кем-то? Нет, нет, нет. Спорить, это как бы дел детей. Это я уже не спорю. А насколько вы сейчас, в принципе, склоняете в сторону алготрейдинга? Вообще весь трейдинг у нас, по сути, идет. У нас есть несколько стратегий, которые мы торгуем. Ну, помимо того, что я датрейду, это я датрейду уже как, ну, по инерции. Все, в основном, расходы компаний, да, ну, прибыль, которую компания генерирует, все тратятся на новых ребят, на алгоритмы, на технологии. Все, все, все 100% дохода. То бишь, компании деньги вообще не уводятся. Только, только, только увеличивают обороты. Ну, опять же, для молодежи, которая только приходит на рынок. Такой, быстро. Один совет. Не, у нас время есть. Ну, подготовьтесь, потому что вам придется очень долго идти. И, на самом деле, очень важно здесь какой-то, не знаю, духовный наставник, что ли, или, ну, вот кем является, скажем, Александр Михайлович. Когда человек заблудился уже, заблудился в лесу, он видит, соответственно, свет от Александра Михайловича. А я индивидуально же уже не учу так. Нет, я не проучу. Вот просто вам человек пишет, говорит, Александр Михайлович, ну, ничего мне не получается. Вот, получалось, не получается. Толя, как бросить, Толя? Вы-то, Александр Михайлович, вы ему не даете какой-то супер-супер-секрет. Просто человеческого общения не хватает у многих людей. Просто по-человечески поддержать. Я тут смотрел недавно эти рабочие места людей. Рабочие места людей? Ты видел? А, да, да. Была целая картинка, там куча картинок. И огромное количество людей выставляет свои рабочие места. А там пару смешных таких на полу. Да. Так, вот пришел еще один вопрос. Замечательный. Почему-то сегодня кто-то... Кто-то больше не любит, чем любит, да? Такие, да, вопросы. У нас даже когда GT Capital выступал, видно, не такие популярные, как вы. Ну, слушайте. Вот вопрос. Черный неправдивый маркетинг. Картинка, которая подается, не соответствует действительности. Это... Тебе придется как бы... У тебя есть 20 секунд. Так нет, все правда. Вот за 20 секунд я успел. Ни один показатель, который опубликован на сайте, не является вымышленным и так далее. Это все на самом деле правда. Просто мы оказались в 2008-2009 год успешнее, чем немножко, чем другие все. Это не является нашим там роком, а просто... Мы сказали, как это, как есть. Дорогие друзья, у нас в гостях Толя Краченко был, управляющий партнер компании United Traders. У нас прямой эфир. Вот Олег мне машет рукой, я ему тоже машу рукой. 6, 5, 10, 9, 9, 6. До следующего понедельника. Всего всем доброго. Субтитры сделал DimaTorzok